Оденьте головку на крючок и закрепите ее в тисках. Затем намотайте небольшое количество свинцовой проволоки на цевьё. Убедитесь в том, что свинцовая намотка свободно скользит по цевьё. И после этого нанесите небольшое количество суперклея в торец свинцовой намотки и как можно быстрее задвиньте ее в головку. Закрепите монтажную нить и обмотайте ей свинцовой намотку и цевьё. Для изготовления хвостика возьмите три кончика пера петуха и закрепите их в конце цевья. Длина хвостика должна равняться примерно длине цевья. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления сегментации в конце цевья закрепите люрекс. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Затем намотайте даббинговую нить на цевьё. Сначала по направлению к хвостику, затем обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для изготовления ёршика около головки закрепите большое петушиное перо. Сделайте пером около головки 1-2 оборота и затем продолжите намотку по телу мушки. По окончании намотки закрепите перо одним-двумя оборотами люрекса. Следите за тем, чтобы бородки пера не попадали под люрекс. По окончании намотки закрепите люрекс около головки. Затем отрежьте лишнее. Также отрежьте лишнюю часть петушиного пера. Нанесите на нить немного даббинга и намотайте его на место крепления люрекса. За головкой сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Щеточкой велкора немного расчешите даббинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В завершении можно нарисовать небольшие глазки с помощью черного маркера. Все, мушка готова.